Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжение темы про ИИС, про налоги. Там есть два типа. ИИС по типу А и ИИС по типу Б. ИИС по типу А дает возможность получить возврат уплаченного за прошлый год налога на доходы физических лиц. Это 13% от ваших белых доходов. Это возврата с суммы не более 400 тысяч рублей в год. И второй вариант, когда при этом вы получаете доход на самом счете ИИС, и с этого дохода уже берется 13%. И второй вариант, это когда вы можете вложить до миллиона в год. И уже по второму варианту не облагаются доходы, которые получены на фондовом рынке или на этом счете ИИС, не облагаются по доходным налогам. И это надо учитывать, потому что вот у меня был вопрос, да, конечно, это надо учитывать. Сейчас мы это посмотрим, как это учитывать. И какой вариант выгоднее. Вот смотрите, первый вариант. Первый год мы вкладываем 400 тысяч, того на счете 400 тысяч в начале года. Через год у нас, соответственно, мы получаем 52 тысячи возврата НДФЛ с 400 тысяч. И я предположил, что модельный, там, ну, на ИИСе будет доходность 15%. Это абсолютно реальные суммы. Вот, может быть больше, может быть меньше. 60 тысяч 15% дает. Соответственно, итого доход, ну, который мы можем получить, это 60 тысяч плюс 52 тысячи рублей. 60 тысяч доход, налог у нас будет вот такой, 7800 рублей. То есть, смотрите, мы получили возврат НДФЛ 52 тысячи, заплатили НДФЛ 7800 за доход на этом счете. Итого у нас баланс какой? Плюс 44 тысячи мы получили экономию на налогах. Второй год плюс 35 тысяч, потому что доходность, ну, как бы она возрастает, потому что там сумма увеличивается на счете. Вот, экономия на налогах уже там 35 тысяч налогов. 24, 13 и минус 587. Что такое минус 587? А это значит, что вот с этого момента уже доход, который составляет 15% от суммы счета, от суммы, которая лежит на ИИСе, а на ИИСе лежит в этот момент 2 миллиона 696-697 фактически тысяч. Вот, эта сумма возрастает, сумма 15% доходности уже выше, чем 400 тысяч из 400 тысяч уже выгодней. Выгодней вот с этой суммы, ну, 2 миллиона 700 фактически тысяч, уже выгодней по второму варианту. Вот, и теперь второй вариант. Мы ничего не получаем в качестве возврата НДФЛ. Ну, это второй вариант для тех, кто безработный. Вот, те, кто получает деньги через ИП, например, да, очень много таких, которые получают ИП. Если я, а я действительно, вот, ну, у меня есть ИП, я не плачу подоходный налог вообще, в принципе. То есть там есть налог на ИП 6%, это не подоходный, это налог на ИП. Совсем другой налог, он не подлежит возмещению. Поэтому у меня чисто второй вариант. Вот, то есть если я вложил туда миллион рублей, то 15%, это нетрудно посчитать, 150 тысяч, я не заплачу налога 19 500 рублей с этих 150 тысяч. Второй год, соответственно, я ничего не докладываю, просто у меня там деньги лежат. Получается так, значит, миллион 150 на второй год, 172 тысячи. Я просто миллион положил и все, как бы они там не растут. И вот она экономия в налогах. То есть второй вариант годится с учетом налогов, вот она, пожалуйста. Поэтому, ну, получается так, что второй вариант, он выгоден тем, кто, ну, во-первых, не платит НДФЛ. Вот, тем, кто готов заморозить деньги на три года. То есть не надо последнее туда нести, совсем не надо. Вот, тем, кто не получает налоговую веществ, там от миллиона уже выгоднее. А если миллион в год класть, то, в общем-то, там намного, намного выгоднее. Максимальная сумма, которую можно положить, это миллион. Вот, ну, соответственно, если мы вкладываем вот и на второй год миллион, и так далее, на третий, четвертый, пятый, то там, соответственно, суммы уже будут зашкаливать. Вот. Вот мы сейчас это посмотрим. Так, здесь, здесь вот это. И плюс то, что мы доложили. Вот сейчас я посмотрю. Так, неправильно. Плюс то, что мы доложили. Плюс еще один миллион. Вот так. О-о-о-о, you found a time for me and tried to correct. Yes. Да, вот, получилось. Не знаю, что он там ругался. Получилось. Ну, вот так. Получается, что после пяти лет, если я пять лет вкладываю по миллиону, то, соответственно, у меня на шестой год 7 миллионов 753 тысячи, доход 15% составляет больше миллиона рублей, и, соответственно, экономия на этом 131 тысяча рублей на подоходном налоге. Ну, соответственно, это если есть деньги, у кого есть достаточно денег, ну, скажем, если есть уже, например, там миллионов пять, то можно вот вкладывать по миллиону на ИИС, и очень здорово экономить на налоги. Ну, спасибо за такой вопрос, потому что налоги действительно учитывать надо, и это правильно. Вот, надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. И оставайтесь на моем канале. До встречи.